Выиграть хочется, но и проиграть не страшно. Отсюда открытый футбол, игра на скоростях, в пас. Данилу 13, с 6 лет он занимается футболом. Играет в команде «Вектор» второй общеобразовательной школы. Только что ребята уступили смене. Защита посыпалась, и мы проиграли. И все еще впереди что расстраиваться. Игры первых двух туров муниципального этапа проходили на дворовых площадках, стадионах, пришколах и в детских лагерях. В них приняли участие тысячи мальчишек. Организаторы отмечают, что число участников растет год от года. В финальной части 12 команд в трех возрастных группах. Игра в два тайма по 10 минут с небольшим перерывом. Я не старше, но вы должны хитрее быть, хитрее. Команда из Витязева. Александр Верченко болеет за сборную России и клуб «Краснодар». А сегодня за сына. Он начинал как нападающий, затем стал вратарем. Главное, что ребенок занимается спортом. Чем-то занимается, не чем-то спортом занимается. Ни в компьютере сидит, ни в планшете. В общем, нормальный уровень турнира для местного уровня. Этот матч «Витязевцы» выиграли, но в итоге верхние строчки турниров таблиц возглавили команды из станиц Анапской и Гостогаевской, а также села Супсех. Отмечу одно – желание детей, большое желание тренеров участвовать. Огромное спасибо родителям, родительским комитетам, которые поддержку оказывают, понимают, и как это добраться, приехать в форму, ну все вот эти организационные моменты. Уровень команд, скажу так, выше среднего. То есть ребята все равно стараются, но я надеюсь на лучшее, то есть в финале игры более лучшими будут. Следующий этап пройдет через неделю в Славянске-на-Кубани. Продолжение следует...